Это чтобы цельный генетический материал передавался, да? Ну, это мы так понимаем сейчас, а тогда Бог генетику, конечно, знает. Нет, но это Бог им велел так. Да, конечно. Это были законы в Торе такие самые первые. Да, они должны были служить в храме. Вот я еще не совсем понимаю, я уже спрашивала. Да, Бог дал законы, он устно дал, да? Моисею устно, в устной форме. Ну, что-то было написано на... Кем написано? А он спустился и записали? Там. Ну, тут это длинный сипур, то есть первые доски, лухот, как их называют, они были написаны как бы Богом. На каком языке? На еврите. На еврите. То есть Бог писал на еврите для... Да, да. То есть это считается божественным языком. Но они не сохранились, эти доски, конечно, да? Ну, они из-за того, что там эти самые... Они ошиблись в расчете, когда Моисей вернется с горы, там 40 дней надо было ждать. Они на один день ошиблись, и там эти самые язычники. Там была группа язычников, которые вышли вместе с евреями. Из... Из Египта. Из Египта, да. И они, значит, там организовали... Вот это они, во-первых, убили сына Аарона, золотой телец, так и так далее. Какие-то пьянки-пляски. И когда Аарон спускался с горы, у него эти доски разбились. А-а-а... Вот. И вообще, как говорится, Бог, он хотел после этого отменить все свои эти самые евреи. но Аарон опять там что-то постился и пошел на гору опять, 40 дней там был. Ну, в общем, короче говоря, он два раза туда. Один раз вымаливали воплощение, а потом он сам эти доски уже. Второй раз он сам. Аарон опять там. Аарон. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok